Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для Души. Зима на пороге. Я приглашаю вас в свой сад. Сегодня у нас сюжет релакс. Наливайте кофе, чай и просто наслаждайтесь зимними картинами. Туи, выпал снег. Смотрите, это сосна Спилберг. Но красота! На улице минус один, пока все немножечко подержится. Знаете, сейчас вот иду и прям дышать боюсь, чтобы снег не начал осыпаться. Ой, вообще, смотрите, красотка! Это елочка голубая здесь. Даже вон с шишечками еще остались шишки. А это вся в снегу. Тоже карликовая ель. Смотрите, рододендроны. Видите, еще не накрыты. Рододендроны. Вот они, почки цветочные следующего года. Видите, вот они цветут через год обильно. То есть, ну, 2-3 цветка вот в этом году было. А обильно все усыпные, как яблони. Они не каждый год. Ну, в моем, например, саду именно так. Эрики, верески. Вот, смотрите, чудо. Вот розы еще тоже не укрыты наполовину только. Сейчас с вами дальше пойдем прогуляемся. Вот, видите, тоже вот каркас сделан, а розы еще не укрыла. Прям по снегу буду так и накрывать, как будто бы ничего нету, ничего страшного. Леся. Лисюша, покажись нам, Леся. Вот вчера на ужин был перец с дайкончиком. Лисюша, лись. Леся думает, выходить ли ей или пойти к печечке поспать. Наверное, она выберет печку. Вот он. Вот он, настоящий зимний релакс. Знаете, такую погоду называю. Как вот утром вышел, вроде тебе все надо было. И здесь еще что-то на грядочке поделать. И тут, и там. А выпал снег, и все. И сразу все дела закончились. Все, теперь из-под снега осталось где-то забытые инструменты найти, вытащить. И убрать. А так все. Теперь будем планировать посадки в новом году. Смотреть. Яблони, кстати говоря, опрыскала крепким раствором мочевины. Буквально пару дней назад был плюс, и не было ветра. Это от Порше. 1 килограмм на 8-10 литров воды. Ребят, бутыли у меня вот эти вот. Это от кротов развешенные. Лиственница. Вот клубнику я в этом году тоже решила закрыть. Вот видите, дуги поставила. И закрою не тканным материалом. Низко очень поставила дуги, чтобы как можно быстрее ее занесло снегом. Вот она, лиственница, какая красотка. Ой, ну чудо, чудо, конечно. Вот для чего дача нужна, чтобы даже зимой поднимать себе настроение. Вот она тоже, золотистая туя. А эта елочка, смотрите, уже на Новый год приготовилась. Приоделась на Новый год. Но ведь наверняка же будет опять дождь на Новый год. Вот сейчас такая красотень. А на Новый год пойдет дождина. Вот. Ой, барбарис склонился, кстати. Тоже надо будет мне не забыть его пригнуть. Леся, леся, вокруг стратегически важного орудия садовода, тачки. Лисюша, лесь, лесь, ну покажись нам. Лесечка, леся, лисенок. Вот, смотрите, какие лавки. Лавки какие в снегу все. Ой, сейчас пойдем с вами дальше посмотрим. Вот кто розы еще не укрыл. А я еще тюльпана, кстати, не все, представляете, посадила. Так что буду сейчас брать лопату, веник, откапываться в прямом смысле этого слова и досаживать тюльпана. А что делать? Арки красивые тоже. Вот, белые. Вот, смотрите, видите, у меня укрытие для роз здесь. Но оно наполовину только укрыто, потому что вот не успели. А здесь плетистые розы, розариум, ютерсон. Их нужно пригнуть. Вот, сейчас буду пригибать. Это вот клематис. Здесь у меня клематис. Вот, обратите внимание. Часть клематиса вот здесь вот корни, а туда вот положила стебли, можно сказать, под укрытие с розами. А здесь листики насыпала. И в качестве каркаса ящик поставила, чтобы снег не давил. Ну, сейчас вот нетканным материалом. Здесь закрою сверху. И будет то, что надо. Вот, штамбовые розы еще. Взгляните. Штамбовые розы еще стоят. Тоже буду класть. Ничего страшного. Не впервой в зиму укрывать. Вот так. Главное ствол закрыть. Закаляться. И заодно вот талые воды все-таки как-никак проникнут в почву. Опять же. Плюс, а то им не достается талой воды никогда. Укрываю их до снега и открываю уже, когда снега нет. А все-таки надо, чтобы почва напиталась. Вон, на крыше, видите, сосульки. Вон они, потому что таять начинают. Сейчас пойдем с вами дальше. Посмотрим прудик. Зимние у нас сегодня с вами путешествия по саду. Но отдыхать тоже надо. А то мы все полезным да полезным. Вот туя. Одна и вторая. Вот с шариком. Кстати, тоже сейчас буду связывать обязательно можжевельник. и атую, и сеточкой пластиковой вокруг. А здесь у нас капуста декоративная. Вот. Ну, знаете, иногда на Новый год на стол, кстати, ставлю. В качестве букета необычно смотрится. Если сильных морозов не будет. Ой. Ой, вообще. 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 Вот такую зиму я люблю. Такую красивую. Пихта. Вон какая пихточка. Вот, видите, чубушник, который обстригли кардинально. Вот опора для него, чтобы не разваливался. Гамак еще. Представляете, гамак еще не убрали. Все, как-то я надеялась на него еще покачаться. Летом-то не досуг же все поставишь. А только считается, что гамак. А покачаться-то некогда. То один сорняк, то другое внимание на себя отвлечет. Ну и все. Гортензия. А, вот, смотрите, розари. Видите, тоже у меня вот этот большой розари. Он тоже до половины. Только сделан до половины. Вон еще штамбовые розы стоят. Их еще предстоит уложить. Вот гортензия обстриженная. Вот, смотрите, только скелетные ветки оставила. Только толстые скелетные ветки. Очень-очень так хорошо обстригла, чтобы никаких не было мелких веток. Тогда будут крупные соцветия. Вон туя. Туя красотка. Вот еще клематис. Видите, тоже еще. Дел еще полно, на самом деле. Это для рододендронов. Вот здесь вот эти короба стоят. Скумпию тоже. Вот еще надо закрывать скумпию. Здесь вообще целую архитектуру строить. А это прудик у нас. Это вот уже прудик такой весь заснеженный. Даже уже и не скажешь, что это прудик. Это просто белое все. А это я Рудбеки вам говорила. Я оставляю, не срезаю. Она сама сеется. И будет много-много Рудбеки. Без моего участия. Лисюшек. Лисюшек. Кс-кс-кс-кс. Лесенька. Леси. Леси. Лис. Лися. Лиська. Так, идем с вами дальше. Вот княжики. Кто еще не знает, вдруг княжики вещь замечательная. Это клематисы, которые не надо снимать с опоры. Это вещь просто супер. Цветут в мае. Неукрывные. Так, гортензию я вам сейчас, наверное, мимо прошла и не показала. Вот она, видите? Гортензия у меня вся. Вот эти вот сугробики. Это гортензия. То есть, еще вот в таком время, под временным укрытием, не накрывала еще основательно. Еще буду накрывать. Так ни в коем случае нельзя оставлять. Обязательно нужно ее пригибать. Потому что чем ниже укрытие, тем быстрее его занесет снегом, а значит там будет теплее. Так, пойдем за лисей, за лисюшей. Лиси не чает, как домой попасть. Хотя на улице очень комфортно. Наконец-то ветра нет. У нас прям ветра такие последнее время. Вигела. Вот вигела единственная, кто будет так зимовать. Хотя это очень плохо. Ее нужно пригибать. Она все равно отмерзает. Очень здорово. Но ломкие ветки и пригнуть ее просто невозможно. Так, чтобы она не сломалась. Это тоже все для укрытия, для прижатия, скажем так, укрытия. Вот видите, тоже на арке плетистой розы тоже еще ничего не укрывали. Капуста. Капуста кале или кейл. О, какая. Фиолетовая на белом. А там у меня не поверите. Еще, конечно, надо все уже убирать. Там парей. Здесь виноград укрыла. Здесь укрыт виноград. Смотрите, как я делала. Сначала положила плеть, естественно. Потом мне нравится и за спаном. Это, вернее, нет, подложка для ламината. Подложка для ламината очень хорошо. Она тепленькая. Потом поставила дуги. И сверх дуг, нетканный материал и пленку. Вот в таком виде. Но главное, конечно, чтобы занесло снегом как можно раньше. Это будет хорошо. Ну и, конечно, чтобы он не таял. Зимние пейзажи я вам сегодня показываю. Кстати, знаете, надо будет сейчас посмотреть, нет ли в кроне яблони каких-то там листиков сухих. Это, как правило, коконы, плодожорки, которые надо собирать. И все мумифицированные плоды собрать с яблонь, с лиф и так далее. И поохотиться на смородине, посмотреть. Обязательно толстые почки все собрать. Это паутинный клещик. Видите, оговорка по садоводу. Это клещик. Поэтому весь нам нужно убрать. Вот такие у нас зимние пейзажи в Подмосковье. Если есть возможность, выбирайтесь в сад обязательно для того, чтобы отдохнуть. Потому что настоящий истинный садовод отдыхает только зимой. И то недолго. Там начинаются уже заботы о рассаде, выбор семян, конечно же, материала посадочного и так далее. Весеннего вам настроения даже зимой. С вами была Светлана Самойлова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok